Всем привет, всем здравствуйте, всем отличной недели, прекрасного месяца, да, сегодня понедельник, первое число, первое мая. Хочу пожелать всем всего самого наилучшего, доброты, света, любви, позитивных новостей, всего того, что вас наполняет и радует. Сегодня мы с вами, значит, будем смотреть расклад на тему «У меня сложный характер, так ли это?». Расклад будет на одну позицию, как мы делаем в начале каждого месяца в формате «Карты руки». Для тех, кто не в курсе, кто смотрит с телефона, да, не знаю, знаете вы или нет, что, когда вы смотрите на телефоне вот так вот вертикально, да, вам сам расклад, он сверху, кажется такой достаточно маленький. Для тех, кому нравится рассматривать карты, вам нужно будет развернуть телефон вот так вот горизонтально, и сразу карта становится намного ближе. И если вы хотите рассмотреть какую-то карту, вам достаточно сделать зум, то есть вы вот так вот раздвигаете в разные стороны до определенного, там, сколько позволяет ваш телефон, да, зум, и вы можете увидеть какие-то детали. Это вот для тех, кто не в курсе, кто не знает. Вот, захотела с вами поделиться, поделиться. Сегодня, значит, почему мы делаем такой расклад, да, потому что я часто сталкиваюсь с тем, что многие говорят про меня, о том, что у меня такой достаточно сложный характер, вот, и мне захотелось разобрать тему сложности характера. Вообще сложный характер, как правило, это у тех людей, которых мы не понимаем, те люди, с которыми мы не можем договориться, то есть это те люди, которые сложны в коммуникации, с одной стороны, с другой стороны, мы их не понимаем. И нам кажется, что их характер достаточно сложный, тяжелый. Тяжелый почему? Потому что, не знаю, человек может быть слишком серьезным, человек, у человека есть внутренний стержень, и вот приходится всем остальным подстраиваться под характер человека, а не как-то вот, чтобы этот сам человек шел на уступки. Вот, если вы считаете, что у вас вот такой характер, ну, примерно так, как я описала, то сегодня мы с этим будем разбираться. Вот, как я уже говорила, мы сделаем расклад на одну позицию, мне нравится делать на одну позицию, потому что есть возможность больше задавать вопросов, вот, и, ну, немножко покопаться. Когда есть несколько вариантов, да, то, ну, сложно сделать такой глубокий расклад. Вот, и тема, на мой взгляд, она такая интересная. Вот у нас сегодня будет с вами раз, два, три, четыре, пять. Пять вопросов, которые я наметила. Ну, и в процессе мы с вами посмотрим, может быть, еще накопаем что-то, и, в принципе, я иду всегда за потоком. Да, то есть, даже если есть готовые вопросы, все равно идем за потоком. И для тех, кто не в курсе, только недавно подписался на канал, я увидела на втором своем канале такой комментарий о том, что, Элени, мне нравится смотреть расклады, где видны карты. Почему? Потому что я хочу понять, как вы считываете информацию. Вот, для таких людей я хочу сказать, что я неоднократно говорила, что по моим раскладам учиться невозможно. Почему? Потому что я, особенно, когда вы меня не видите, я вас не вижу, да, вот такой вот формат, я, когда читаю карты, я просто закрываю глаза. Я закрываю глаза, и мне не столь важно смотреть на карты, сколько мне идет информация на уровне ощущений, состояния, чувств. Вот, я это просто проживаю. Все то, о чем я говорил. Поэтому то, что я говорю, это, к чему я это? К тому, что то, что я говорю, это не всегда ключевые слова в арканах. Иногда я вижу вот прямую противоположность. То есть карты показывают одно, а я ощущаю абсолютно другое. Я всегда опираюсь на свою интуицию. Поэтому, ну вот, если задаете вопрос, вот откуда она взяла эту информацию, там же в картах про это не говорится, ну, то есть ключевые слова не соответствуют, вот это вот пояснение для такого момента. И еще одна такая ремарочка для коллег, кто у меня приобретал дневник раскладов. Вот данный расклад, он вписан в дневник раскладов. То есть я уже говорила, когда при покупке дневника раскладов я даю в двух форматах. Один формат в PDF – это вот то, что когда я его только создавала, там есть, не знаю, по-моему, 20 что ли раскладов. Они так красиво оформлены. Они, как правило, идут в подарок к основному. И основной формат дневника раскладов – это Google документ. да, и почему? Потому что все расклады, которые я делаю, я туда вписываю. То есть расклады вот именно на одну позицию, где есть дополнительные вопросы. Я их вписываю в этот дневник, и я говорила, что он постоянно обновляется. То есть если вы один раз купили этот дневник, это не значит, что вот там посмотрели 20-30 раскладов и все. Нет. По мере того, как я создаю новые расклады, я туда вписываю. Ну, это вот как для информации. Можете туда заглядывать и увидеть вопросы и этого расклада тоже. Так. Наверное, сказала все. Давайте приступим. Смотреть будем на моей любимой колоде Терре Волате. Такая вот у нее коробочка. Это оригинал. Кому интересно, это не подлинник. Я приняла для себя решение, что я не буду... Не реплика. Не буду покупать реплики. Вот. Теперь покупаю только оригинал, независимо от того, насколько они дорогие. И есть вот такая колода. Колода Итсин. Она не покупалась отдельно. Она была в пакете с игрой Лила Чакра. Лила Чакра. Я раньше проводила эту игру. И вот у меня осталась эта колода. Я с ней сегодня тоже буду работать. Ну, это вот для того, кто... Кому интересно, да, с какими колодами я работаю. А вообще, обзор моих колод, которые есть на моем канале, с которыми я работаю. Потому что у меня есть колоды, с которыми я еще... Руки все никак не дошли, чтобы их изучить. Я с ними не работаю. А вот тех, с которыми работаю, у меня есть обзоры. Вот. Кому интересно. То есть я не просто показываю карты, я всегда даю какую-то информацию. То есть я не могу просто так показать арканы и сказать, что вот, посмотрите на картинку. Мне обязательно надо поделиться своим опытом. Обзоры есть в плейлисте, который так и называется обзор моих колод. Ссылка на плейлист есть в описании под этим роликом. Также есть ссылка на мои услуги. Туда, если перейдете, это вот для тех, кто хочет купить дневник раскладов. Там в моих услугах все написано, все контакты и все, что вам необходимо. Вот. К сожалению, я не могу не говорить эти вещи, потому что я знаю, что многие интересуются, да, и вот как-то мимо ушей пропускают, а потом, когда есть такая потребность, задаются вопросом, а где, а как, а что можно приобрести, да, как-то вот я упускаю этот момент. Вот. И если честно, мне самой неинтересны вот эти вот водные вещи, которые я говорю, ну, то есть, когда торолог говорит, но с другой стороны, если их не говорить, да, то люди тоже не будут знать. Вот. Поэтому у меня всегда двоякость. Ну, ладно, давайте приступим к самому раскладу. Итак, у меня сложный характер. Так ли это? Давайте будем смотреть ваш характер. Какой у вас характер? Аркан мира. Что можно сказать по аркану мира? Какой у вас характер? Всеобъемлющий, да, то есть, человек, если это вот прям высшей степени, как так сказать, развития, да, то вы человек, такой, знаете, миротворец по своей природе, человек, который находится в согласии, в первую очередь, с самим собой, с миром, который его окружает, и как следствие, в вашем характере есть очень такие широкие границы вашего сознания, которые говорят о том, что вы легко принимаете точку зрения, любую точку зрения других людей. То есть, у вас нету разделения вот на я и вы. С одной стороны, это хорошо, потому что вы чувствуете, да, что мы все едины, мы все взаимосвязаны, и как следствие, вот именно с пониманием относитесь к мотивам, поступкам, словам других людей. А с другой стороны, это выходит в негативном ключе, почему? Потому что здесь границы у этого человека, они размыты. То есть, полное понимание, соединение, слияние себя с другими людьми, и при этом, не обозначая свои собственные границы, происходит, такие кажущие, когда человек переступает ваши личные границы. и тогда возникают у вас внутренние конфликты. Почему? Потому что с вашей точки зрения такого высокого уровня осознанности, вы не понимаете, почему человек переходит границы, потому что для вас это само собой разумеющееся, когда ты находишься на высоком уровне развития, то мы все едины, и вот именно как-то навредить, наследить, нагадить, нахамить, для вас это неприемлемо по умолчанию. Почему? Потому что вы слишком развиты в своем сознании, и вам непонятно, то есть, почему человек себя так ведет, потому что у вас есть эти внутренние, какие-то моральные принципы, и вы им соотноситесь, соответствуете, а у другого человека такого нет. И вот у вас возникает вот эта дихотомия, с одной стороны, непонимание, почему человек переступает мои границы, потому что вы мерите людей по себе, то есть, у вас высокое сознание, и у вас возникает ощущение, что и другие люди, они должны быть такими, то есть, нужно понимать, что можно переходить, а что нет. А с другой стороны, возникает вот это вот чувство, что окей, человек перешел мои границы, и я в принципе понимаю, почему он так поступил, потому что у вас есть понимание мотивов другого человека. И вот в такие моменты вам бывает достаточно сложно выбрать свою модель поведения. Вот, а что еще можно сказать по аркану мира? Ну, здесь человек такой, знаете, вообще спокойный, по своей натуре, вы спокойный, вы человек, который живет действительно в своем мире, но не как по отшельнику закрываясь, а именно в своем мире глобальности, масштабности, вот как говорят, человек мира, то есть у него нету родины в контексте вот каких-то ограничений, рамок, то есть родина это планета земля, там я не знаю, вера это вот сила, без привязки вот к чему-то такому меньшему, то есть какой-то там религии, либо какой-то конкретной местности, то есть это человек такой достаточно широких взглядов, плюс ко всему, поэтому Аркан, она всегда проходит миротворцы, если мы говорим про профессии, то есть это может быть, знаете, не совсем религиозные деятели, а скорее всего, вот например, как мать Тереза, у которой вот, условно говоря, не было ни религии, то есть она верила в абсолюта, все, не важно этот абсолют, в какой конфессии он относится, либо человек, который вот именно переполнен любовью, человек, который не любит конфликты, не потому, что он не может отстоять свою позицию, а потому, что априори ему непонятно, как мы можем конфликтовать о чем-то по причине того, что я же принимаю твою точку зрения, то есть я даю себе отчет, что мир многогранен, наобразен, и у тебя может быть своя точка зрения, свое мнение, у меня свое, и вот в принципе конфликтовать здесь бессмысленно, потому что у тебя своя правда, у меня своя правда, и я принимаю твою правду, и поэтому, ну какие могут быть разногласия, то есть вы, знаете, как-то вот с пониманием относитесь к мотивам других людей, и люди, а люди вас не понимают, вот в этом и заключается такая сложность, да, то есть вы человек, у которого взгляды немножечко иные, они вне системы, то есть вы не тот человек, который будет жить там по каким-то шаблонам, по каким-то правилам, у вас есть свои правила, то есть вы пишете свои правила, вы пишете свои законы, человек, который постоянно идет в новое, да, что-то хочет изучать, человек, который нашел, вот знаете, баланс внутри себя, да, то есть свою какую-то гармонию, и он ей придерживается, так, еще какой у вас характер, восьмерка кубков, вот про это как раз таки говорит, человек, который находится в бесконечном каком-то своем поиске, то есть помимо того, что у вас есть внешняя какая-то реальность, в которой вы проживаете, там общаетесь с людьми, взаимодействуете с ними, вот, ну, может быть кто-то ходит там на работу, не знает, и при этом есть свое какое-то понимание того, что человек это есть душа, которая пришла в это воплощение либо в любое другое для эволюции, и вот по восьмерке кубков у вас есть это четкое осознание, что я не могу останавливаться, то есть остановки не существует, либо это движение и прогресс, либо это остановка в кавычках и деградация, то есть либо ты вперед идешь, либо ты идешь назад, и здесь у вас вот это вот бесконечное такое, знаете, чему бы вы не учились, вы все время будете что-то совершенствовать, вы все время будете что-то новое изучать, потому что есть вот это вот чувство, что восьмерки кубков, что что-то ценное, что когда-то я приобрел, получил, оно в некоторой степени, как бы так сказать, мне не принадлежит, то есть я не должен привязываться к этому, например, там познал любовь, окей, прекрасно, пришел человек, замечательно, разделили с ним какой-то период жизни, если обоюдно вы согласны дальше продолжать, вы дальше живете, если нет, отпускаете человека и идете дальше, то есть здесь нету привязок, то же самое, например, работа, работаете, не нравится работа, то есть вы понимаете, что, я не знаю, может быть достигли какого-то своего уровня потолка на этой работе, и нету дальше развития, это ваше внутреннее ощущение, по кубкам это эмоции, вы с одной стороны как-то переживаете, когда это оставляете, а с другой стороны ваша душа ликует, потому что она понимает, что когда я привязываюсь, то есть вот я останавливаюсь, я привязываюсь к чему-то, я становлюсь заложником этим, того, к чему я привязываюсь, это может быть человек, это может быть место, это может быть работа, это может быть предметы, все что угодно, и вот здесь вот по восьмерке кубков человек, он здесь вот видите голый, то есть одежда, это всегда наш опыт, изображенный в арканах, А нагота это вот наше нутро, вне какого-то опыта. То есть здесь человек оставляет все позади, насколько бы ему это ценно не было, чего бы он не достиг, и он продолжает двигаться. При этом туда, куда он идет, это неизвестность. То есть мы здесь видим горы, человек понимает, что возможно я столкнусь с какими-то трудностями, сложностями, но я верю в себя, что у меня получится. Здесь вот этот вот очень важен акцент на движении, в развитии. То есть для меня это важно, куда-то двигаться, не останавливаться. И очень сложно, когда сталкиваетесь с партнером, которому не нравится развитие. Ну то есть у него другие приоритеты по жизни, и вот там действительно возникает такая боль, что мне бы очень хотелось, да, то есть так приходится выбирать, между тем, чтобы остаться с этим человеком, либо двигаться дальше. Но если вы понимаете, что невзирая на ту любовь, которая у вас есть к этому человеку, вы не развиваетесь, потому что человек не хочет идти вместе с вами в развитие, вы оставляете этого человека, чего бы это ни касалось. Так, еще какой у вас характер? Король Пендакли. То есть человек такой, знаете, размеренный человек, который любит получать удовольствие по жизни. Вот здесь вот идет как раз-таки вот это некое, как бы так сказать, не то чтобы противоречие, а разнообразие вашего характера, то, что я говорила по Аркану Мира. То есть, с одной стороны, вы понимаете, что вот на эмоциональном плане, да, вам придется как-то дальше двигаться, да, развиваться, переходить со ступени на ступеньку, а Король Пендакли говорит наоборот о противоположном, говорит о том, что нужно заземлиться, нужно стабилизироваться, нужно, там, я не знаю, купить какой-нибудь дом, квартиру, вот чтобы было твое гнездо, чтобы был вот этот вот комфорт, чтобы было удобство, чтобы все было так хорошо, удобно, практично устроено в этом доме. А восьмерка кубков говорит о том, что нет, а мне дом не нужен, да, то есть мне проще снимать какое-то жилье, и когда оно мне не понравится, то есть вместо того, чтобы там вкладываться в него, да, какой-то там ремонт сделать, я лучше смею на другую квартиру, более новую, то есть зачем? Все равно, допустим, я являюсь пассажиром в этой жизни, да, то есть я эту квартиру, ну, ничего с ней не сделаю, да, после своей смерти, она единственное, что останется моим наследником, но здесь у вас там другая философия касательно этого, и вот здесь вот возникает вот это вот разнообразие, да, то есть с одной стороны есть бесконечное вот это желание двигаться, развиваться, что-то новое узнавать, путешествовать, расширять свои границы, где-то ломать шаблоны, не подчиняться системе, выстраивать свою, а с другой стороны наоборот, я хочу вот это вот, знаете, постоянство, я хочу стабильность, я хочу вот это вот понимание, то есть здесь понимания нет, я иду в некое такое неизвестное состояние с верой в то, что вселенная обо мне позаботится, а с другой стороны нет, вот есть вот это, я хочу, знаете, вот удовольствие, я хочу вот иметь деньги, роскошную жизнь, под словом роскошную каждый понимает свое, это не обязательно миллионы на банковском счету, а вот именно такую, знаете, удобную жизнь, и при этом вот чтобы она была наполнена, с одной стороны у короля педакли это всегда деньги, да, ресурсы в том числе, и очень много удовольствия, удовольствие и наслаждение, вот, и вот это вот про короля педакли, вот такой характер, то еще один аркан вытащу, потому что мне интересно, ну вот видите, и сразу тушь кубков. Где-то, знаете, крайности, я вижу здесь человека, крайности, одна крайность это вот земля, материя, да, возможно какие-то ценности, а с другой стороны это вот кубковость, и аркан мира как раз-ки примеряет эти две стихи, земля и вода, но сами по себе эти стихи, они не противоречат друг другу, наоборот, вода, она всегда поливает землю для того, чтобы она плодородила, да, и спахивать ее, и собирать потом в дальнейшем урожай, то есть это вот прям не противоположные энергии, и они в принципе достаточно женские, почему, что земля, что вода, такие, если можно говорить про стихии, как энергия, там позитивная, негативная, да, то это в принципе в минусы, это пассивная энергия, это женская, кубки это мать, земля, это в принципе пажи, это вот дочери, поэтому дочь и мать здесь в энергиях проходят, но если мы говорим про характер, кубковость, то здесь человек очень эмоциональный, интуитивный человек, который находится в само, именно самопознанием занимается, то есть человек, у которого есть определенные вопросы к себе, и вот он ищет ответ на них, и при этом человек очень изобилен, переполнен любовью, готовив ею делиться, человек со способностями, ну вот здесь вот эмоциональный интеллект очень сильно развит, то есть для вас вот эмоциональная составляющая всего, что вас окружает, она очень важна, я могу предположить, что вы вот воспринимаете мир как раз таки вот через эмоциональную составляющую, я не говорю, что у вас отсутствует логика, а говорю о том, что вы очень ярко проживаете какие-то вот моменты, вот такой у вас характер, ну по крайней мере мне так показали, так, следующий вопрос, ох, карта прыгает, в чем сложность, в чем сложность вашего характера для вас, потом мы посмотрим для других, вот для вас такой характер, который я описала, знаете, здесь еще идет вот такое ощущение человека такого достаточно легкого и одновременно глубокого, вот как-то, иногда вы можете как-то заморачиваться о каких-то вещах, которые, я не знаю, другим людям не совсем понятно, но они имеют вот для вас какую-то ценность, а иногда вы можете как маленький ребенок вот прям дурачиться, и мне кажется, что другие люди, глядя на вас, что, ну, неприемлемо так вести себя, а вы себе вот как-то позволяете, и у них может быть, могут быть такие претензии в контексте того, что что вы себе позволяете, то есть как вы позволяете себе, не знаю, так себя вести, но не в плане того, что там кому-то нагрубили, либо нахамили, а вы как-то по-детски, наивно, не знаю, можете смеяться, можете улыбаться, вот просто идете по улице и улыбаетесь людям, незнакомым, не для того, чтобы заигрывать с ними, либо как-то флиртовать, просто у вас хорошее настроение, вы позволяете себе выражать свои эмоции, позволяете себе что-то чувствовать, вот здесь иногда люди, входит такой ступор, недоумение, ладно, хорошо, в чем сложность для вас, вот для вас, именно вашего характера, десятка педаклей, смотрите, сложность вашего характера, она связана с одной стороны с ресурсностью, а с другой стороны со стабильностью, то есть возможно вам как-то, здесь показан, знаете, как огромный воздушный шар, вот его как будто бы, когда он находится в воздухе, сложно как-то стабилизировать, вот он, здесь энергия такая огроменная, как бы вам так сказать, вот если бы вы могли представить себя как шар, такой воздушный, и вы находитесь вот в этом шаре, знаете, есть вот эти вот белые, в играх такие бывают, большие, прозрачные надувные шары, в них входит человек, и вот он катится в них, вот если представить вот такой вот большой, прозрачный шар, в котором находитесь вы, то по объему у меня здесь люди, которые, я не знаю, ну вот как, например, трехэтажный дом, то есть вот представьте, какие размеры, и вот такое ощущение, что вот эту вот всю энергетику, такую достаточно большую, вам в некоторых моментах иногда бывает сложно сбалансировать, то есть мы настолько многогранны, что вот управлять этим всем, и структурировать себя, иногда бывает достаточно сложно, то есть если есть в этом какая-то необходимость при взаимодействии с другими людьми, либо если это вот какая-то профессиональная ваша сфера, где-то вы работаете, то вам достаточно сложно как-то себя структурировать, потому что выходит, допустим, там и эмоциональность, выходит и одновременно какая-то замкнутость, нежелание общения, а тут возможно у вас работа связана с коммуникацией, вам приходится как-то себя преодолевать, открываться, возможно необходимо быть, я не знаю, щедрым человеком, открытым, а у вас в этот момент нет такого желания, и вот вы все время здесь такое ощущение, что вы себя как-то преодолеваете, почему? Потому что, ну вот как-то сложно управлять вот этим вашим воздушным кораблем, он большой, и он неразворотливый, вот в этом какая-то сложность, что касается ресурсов, здесь я хочу уточнить, в чем сложность для вас ресурсности, ну в вашей независимости, я бы так сказала, то есть девятка педакли, она говорит о человеке самодостаточном, то есть в принципе этому человеку нет необходимости взаимодействовать с другими людьми, то есть вы хорошо справляетесь и сами с собой, хорошо проводите время, у вас, вот если вас спросить, у вас вроде бы все есть, кто-то может сказать, что вот неужели ты не хочешь больше денег, там я не знаю, больше каких-то новых впечатлений, либо еще что-то, вы подумаете и скажете, что знаешь, неплохо было бы, но если у меня этого нет, меня это как-то не очень, ну вот мучает, то есть это ваше внутреннее самоощущение, самоосознание, оно говорит о том, что внутри себя вы целостные, и в контексте ресурсности у вас нету потребности вот как-то взаимодействовать с людьми, отдавать, и когда приходится отдавать свои ресурсы, когда я говорю ресурсы, я имею в виду свое внимание и энергию, в данном случае, а не материальные какие-то блага, вас это иногда напрягает, то есть здесь ощущение того, что человек такой достаточно избирательный, который сам выбирает, с кем общаться и когда общаться, и не то чтобы на ваших условиях, но вы как-то вот по своим ощущениям понимаете, вот сейчас я готов с кем-то там поговорить, куда-то сходить, как-то время провести или нет. Здесь, знаете, такое чувство, человек, вот я говорила, самый первый аркан мира, который у нас выходил, он говорил о том, что вы достигли высокого вот этого сознания, когда вроде бы вы понимаете, что вы социальные люди, и человеку без социума, без других людей сложно, но вот здесь такое чувство, знаете, как мир внутри мира находится, вот как одна матрешка, внутри другой матрешки, то есть вы по сути в мире, в системе, в которой вы проживаете, среди людей, вам хорошо, вот как мы говорим, да, одиночество вдвоем, а у вас здесь как будто бы одиночество с людьми, вот вы, если это какая-то вечеринка, все как-то там разговаривают, шумят, вы можете быть в центре внимания, то есть собирать вокруг себя людей, но при этом вот как-то не включаться в них, да, то есть там все что-то обсуждают, что-то говорят, смеются, смеются, вы вроде бы тоже есть в этом, но не активничаете, потому что на тот момент возможно вам неинтересно, но когда вам интересно, да, вы взаимодействуете, а так в принципе, вот девятка педакли, она говорит о том, что у человека нету потребности, вот что-то отдавать другим, то есть он настолько ему хорошо самим собой, либо у человека есть потребность, наоборот, восстановить себя, после каких-то, я не знаю, переживаниях, может там расставания, может быть болезни, то есть человеку самому необходима вот эта вот энергия, и он не готов делиться с другими людьми, в чем еще сложность для вас, вот это для вас сложность, почему, потому что вот вы понимаете здесь, по девятке, десятке педаклей, вы понимаете, что есть другие люди, то есть в том числе есть семья, вот с ними надо как-то, не знаю, что-то разделять, какие-то праздники, возможно, да, какие-то, может быть у кого-то здесь семейный бизнес, вот здесь просто нужно общаться, а у меня такое ощущение по энергиям, что вам не очень-то и всегда хочется, да, и вот приходится, приходится как-то это делать, здесь ключевая энергия у меня, что вам скучно, понимаете, особенно если общаюсь с молодыми душами, которые жаждут нового какого-то опыта на земле, им все интересно, они очень часто ошибаются, и, а вы такая достаточно, ну, мудрая душа, старая душа, много пожившая, и вот здесь вот хочется сказать, что вы такой человек, что я буду наблюдателем, то есть вам, еще раз скажу, вам не нравится быть совсем-совсем одним, как подшельнику, вот закрылся я в своей келье и все, нет, но вам нравится больше быть наблюдателем, это, знаете, как мамочки, которые выходят на детскую площадку, оставляют своих детей, да, и смотрят, ну, чтобы там они не упали, не ударились, но при этом они с ними особо и не играют, вот вы как-то так, да, знаете, как некий такой кукловод, который наблюдает за игрой кукол, но активно в ней не участвует, участвует только по необходимости, вот в этом сложность вашего характера для вас, аркан звезды, ну, вот видите, расстояние, везде присутствует расстояние, сложность именно в ваших мечтах, то, что вы хотите, в ваших взглядах, ваше восприятие, смотрите, аркан мира, аркан звезды, это очень высокие энергии на самом деле, аркан звезды вообще говорит о чистоте, о чистоте побуждения, о чистоте материи, о чистоте каких-то своих намерениях, как правило, в негативном ключе, да, это вот люди, которые отказываются от всех материальных благ, да, и условно говоря, там уходят в какое-то монашество, да, и посвящают себя абсолюту, там молитвам и так далее, то есть они отказываются от материи, почему, потому что вот это вот понимание, что материя, она как-то вот порочна, и, ну, вот идет какая-то греховность, что ли, наслаждаться этой жизнью в материи, ну, это вот прям, если, вообще прям такие искажения, да, бывают, но, в принципе, по аркану звезды здесь, наоборот, идет освещение материи, да, то есть материю, наоборот, поднять до такого уровня, да, чтобы она слилась именно с духом, и что вот она вот прям светилась, чтобы она была легкая, то есть вот здесь, если говорить земным языком, понятным, а не в контексте развития духовности, то есть души, то здесь вот как раз таки сложность заключается в том, что у вас есть огромная разница между вами и людьми, с которыми вам приходится взаимодействовать, вот эта вот большая разница, это для вас является именно разница в сознании, либо, я не знаю, культурная какая-то разница, да, воспитание, моральная разница, то есть здесь присутствует какая-то разница между вами и теми людьми, с которыми вам приходят взаимодействовать, и это, да, и вот десятка мечей, ну вот, трудность, она находится внутри вас, то есть вам приходится очень много, понимаете, здесь какая вещь, объяснять опять же таки, ключевой аркан мира, проединение, объяснять другим людям, как верно, как неверно, с точки зрения развития, опять же таки, у вас же есть понимание того, что вот более высокий уровень, что он в себя включает, кому-то что-то объяснять, вы понимаете, ну это глупо, потому что если человек, условно говоря, недорос, да, он вас в любом случае не услышит, ну вот хоть делайте что угодно, но он вас не услышит, вы это понимаете, с другой стороны, опять же таки, не сказать, не объяснить, не получается, но желания этого делать нет, да, потому что, ну я не знаю, здесь вот присутствует какая-то усталость, вот у меня ощущение того, что иногда вам бывает сложно, сложно в своих каких-то вот убеждениях, что ли, в своих каких-то программах, в ваших личных программах, то есть иногда вы действительно становитесь, вот какими-то тяжелыми, потому что вот не хочу, вот это лень, это усталость, я устала от людей, я устала от системы, я устала от всего, что меня окружает, поэтому я не хочу, да, то есть мне хочется что-то по Аркану Звезды, что-то такого для души, что-то такого, что меня как-то вот наполняет, вот здесь вот это вот ощущение, что вы как-то погружаете внутрь себя, погружаетесь внутрь себя, в каком-то диалоге со своей душой, как будто бы говорите, я не знаю, подожди, скоро мы встретимся, вот что-то такое, иногда бывает, я не говорю, что всегда, но иногда бывают такие моменты, что я устала от этого мира, то есть я устала от этой игры, не от жизни внимания, а от вот этой матричной системы, в которой я нахожусь, потому что я понимаю, что я ее изменить не могу, повлиять на нее не могу, она вне моего влияния, а с другой стороны, она как будто бы вот эта вот система, она вас сдерживает, она не дает вам дальше двигаться, то есть есть еще что-то незавершенное, что не дает вам дальше в развитии, то есть эта система на вас сдерживает, вот иногда вы улавливаете себя вот на этом состоянии, что ну сложно, я уже не могу, возможно возникает такое ощущение, что вы находитесь как будто бы под каким-то колпаком, да, вот и такое чувство, знаете, как бывает, торт, либо кекс под колпаком, таким прозрачным поднимаешь, да, берешь кусочек, вот такое ощущение, что вот этот колпак прозрачный, стеклянный поднимут, и вы начнете дышать полной грудью, да, то есть придет какое-то высвобождение, в данном случае метафора колпака, это некая такая система, в рамках которой вы вынуждены находиться, поэтому вам самим собой сложно в связи с тем, что душа, могу предположить, развитая, мудрая, древняя, а вынуждена жить как, не знаю, вот, ролики видели в интернете, наверное, из детского сада, где маленькие дети, всегда есть, там, группа деток, которая делает то, что им говорит воспитательница, там, танцует, поет, и всегда есть какой-нибудь мальчик, либо какая-то девочка, да, которая скрещивает ручки на груди, и такая, знаете, надутая, хмурая, либо надутая, хмурой, и идет в отказ, знаете, такой, отрицалого, да, я отрицаю, я не хочу, вот вы иногда вот таким человеком становитесь, потому что вы понимаете, ну, что я, не знаю, почему мне идет такое слово, что я, говорит, баран будет здесь скакать перед вами, вас развлекать, да, типа, ну, я понимаю, что это надо, да, что это, вот, я в садике нахожусь, что это утренник, да, но, а я не хочу этого делать, меня никто не спрашивал, хочу я это или нет, то есть вот здесь вот какие-то такие энергии появляются, когда вы включаетесь в такое состояние, вам очень-очень сложно с самим собой. Так, подвину я выше эти карты. В чем, в чем сложность вашего характера для других людей, теперь посмотрим, для других, для себя, я понимаю, вам сложно с самим собой. Для других людей вопрос вообще вашего взаимодействия, то есть как с вами общаться, у них стоит выбор такой, да, как с вами развивать соотношения, как с вами общаться. Пятерка сосудов здесь говорит о том, что сейчас все никак не выучу эту новую масть, секунду, смотрю в шпаргалках своих, дорога испытаний, это испытания для трансформации, изменения шаблонов и новые открытия. Вот вы являетесь вот таким человеком для других людей, то есть почему они не знают, как с вами взаимодействовать, потому что вы меняете шаблоны в сознании других людей. Вы показываете и указываете людям, то есть вы сами по своей природе, по своей натуре, аркан мира про единство, и вы вот указываете людям как раз-таки на то, насколько они разделены, то есть насколько присутствует эго в душе человека, то есть нету слияния с самим собой, и вы показываете человеку вот это вот разделение, и насколько разделение в его сознании, то есть насколько какие-то шаблоны, разделение, я имею в виду, когда человек не находится в мире с самим собой, когда он не находится в мире с миром, с природой, которая его окружает, то есть когда он чувствует, что это не он, То есть когда у человека нет понимания того, что мы все созданы, и все, что есть на Земле, мы созданы из одной и той же энергии. Энергия, которая состоит, ну элементарно, да, все знаете, из атомов, и атомы имеют свои составляющие, там нейтроны, платоны и электроны. То есть мы все, по сути, созданы как человек, так и мир, который нас окружает из атомов. И это все создает энергию. И по сути, что являемся мы, то же самое является мир, который нас окружает. Вот то, как созданы мы, то есть каждый человек, мы все друг на друга, в принципе, похожи по своему нутру, из того материала, из которого мы созданы. У вас есть это понимание, у людей нет понимания этого. Им кажется, что вот я это я, и все, что вне меня, знаете, как маленький ребенок, да, как он понимает свое тело. Вот это мои ноги, вот это мои руки. Все, что не является моими руками, моими ногами и моим телом, это все чужое. Вот вы как раз-таки указываете людям вот на это разделение, да. Возможно, показываете, высвечиваете шаблоны системы, в которой мы проживаем, да, управление, как устроен этот мир. И вот чем больше вы объясняете людям такие вещи, тем больше они видят, насколько они разделены. То есть у вас, наоборот, как бы так сказать, мотивация к, и ваша мотивация это к единению. То есть вы все время стремитесь к единению. Возможно, в вашей разговорной речи присутствует такое, что ой, я такой же, как и ты. Да, и ой, у меня такой опыт был, ой, у меня такая одежда есть, там, я не знаю, и я этим увлекаюсь. То есть вы как будто бы, знаете, все время идет акцент на объединение. А у людей, наоборот, нет, я не такой, я не смотрю такие фильмы, я, наоборот, увлекаюсь чем-то другим. То есть на разницу указывают. И вот вы все время показываете человеку, что мы не разные, мы одинаковые. То есть у нас есть очень много общего, то есть на объединение. А человек, наоборот, как будто бы люди, да, стремятся к разделению, потому что у них нет такого уровня сознания, как у вас, понимаете. Поэтому они не понимают вас. И вот эта вот трудность вашего характера заключается в том, что вы все время людям даете, я не знаю, может быть, говорите какие-то слова, какие-то мысли новые, да, которые открывают сознание человека. То есть вы своим примером показываете и расширяете сознание другого человека. То есть вы можете ему ничего не говорить, но в своем поведении вот он смотрит на вас и понимаете, что если вот этот человек, да, способен на что-то, значит и я могу. Вы как будто бы своим собственным примером мотивируете других людей на что-то новое. То есть вы их вытаскиваете. И вот это вот новое, оно как будто бы очень болезненное. Вот здесь идет, знаете, как напоминание, когда ребенок, который находится внутриутробно у своей матери, он там не дышит, процессы происходят немножечко иначе. Все питание он получает от матери через вот эти вот околоплодные, да, воды, которые находятся, и через пуповину, которая связана с матерью. То есть там процессы абсолютно иные. Но у него легкие не работают, дыхательные пути не работают, и ему не нужно дышать. У него процессы происходят немножко по-другому. И когда ребенок рождается, то первый вот этот вот вдох, он очень сильно обжигает легкие. И ребенок плачет от боли, по сути. И вот здесь вот примерно то же самое. То есть то, что вы делаете сознанием других людей, это причиняет им боль, неосознанную боль. Вы как будто бы даете какие-то новые возможности. Вот я сейчас говорю и сама себя слушаю, и мне кажется, что, боже мой, насколько это будет понятно, надо говорить, наверное, более такими приземленными вещами. Например, не знаю, в бытовой жизни человек там в момент приготовления еды элементарно отрезал, например, у луковицы хвостик, а вы приходите и говорите, зачем ты хвостик у лука отрезаешь? Это ведь намного удобнее, когда ты держишь за хвостик и режешь лук. И человек в таком недоумении, то есть, ну, типа, как? Оказывается, действительно так проще, когда не отрезаешь лук, держать за хвостик и нарезать. То есть, в принципе, вы дали какую-то новую идею. И человеку он вроде бы понимает, что это действительно так оно и есть. И я могу это использовать в своей жизни и упростить свою жизнь. Но у него была привычка отрезать. И он встает вот в этом выборе. То есть, мне делать то, что мне этот человек предложил, либо то, как я привык. И вот включается вот это вот сомнение. А как сделать? А что выбрать? И это достаточно болезненно, потому что человек разрушает свои какие-то привычки. И это не всегда бывает приятно, потому что мы все стремимся к комфорту, стабильности и не хотим ее разрушать. Потому что это очень энергозатратно. И вот в этом является сложность. То есть, люди, по сути, они не понимают вас. Вот это вот ключевое, и на этом можно закончить ваш расклад. Еще, да, в чем сложность других людей? Ну вот, аркан суда, видите, то, что я сказала. Аркан суда, огонь. Что делает данный аркан? Здесь идет перерождение. Перерождение, каким образом оно происходит? Через огонь. То есть, знаете, вот когда куют железо, то есть сначала доводят до высокой температуры, и железо, оно становится мягким. А потом его начинает бить, да, и, ну, то есть ковать из него ту фигуру, то, что необходимо человеку. И вот сначала его нагревают, то есть он проходит через огонь. Огонь очищения. Вот очищение, что здесь идет очищение, только здесь идет как будто бы, такое, знаете, вот как колкое что-то такое. Я бы сказала, немножко воздушное, поэтому я и говорила про дыхание. А здесь идет огонь. То есть очищение, когда мороз, вот бывает, когда мороз, да, выходишь на улицу, и вот прям дышать сложно. Вот дышите, и в легких как будто бы, я не знаю, что-то там колется, да. Либо, наоборот, когда руки-ноги замерзнули, заходите в теплое помещение, и появляются как, не как мурашки, а вот как иголочки, которые колят. Вот здесь происходит абсолютно такое состояние с человеком. То есть вы заставляете других людей углубляться внутрь себя по аркану суда и пересматривать. То есть после встречи с вами, либо общения с вами человеку очень сложно. Не то, что вы говорите непонятно, либо сложно. Она, просто ваша речь, она заставляет человека задуматься о том, о чем он ранее никогда не задумывался. И поскольку вот этот процесс задумывания, он немножечко болезненный для человека, потому что он не находит ответы, и он не знает, а кому теперь обратиться, то есть а как я теперь буду жить с этой информацией. То есть иногда, знаете, не... Когда ты что-то не знаешь, говорят, да, спишь лучше. Почему? Потому что тебя не мучают мысли. Ты не задаешься вопросом. А как? А как это решить? А что теперь это делать? А что я теперь с этой информацией делать буду? То есть эта информация, она заставляет вас либо меняться, либо она разрушает вас. Любая новая информация разрушает каким образом? Если вы ее не используете, она занимает место. И она становится тяжелой, грозной. Вы чувствуете упадок сил, усталость, потому что очень много информации. Вот вы примерно очень-очень тяжелы для людей в восприятии, потому что заставляете их меняться, заставляете их выстраивать как-то приоритеты в своей жизни по-другому. Аркан суда очень такой... Еще расскажу, еще один аркан высокодуховный такой. То есть это те энергии, которые... Знаете, как в мультике про коню-горбунок. Вот когда царик прыгнул, нет, по-моему, Иван-Царевич, да, он прыгнул в этот котел с... Что там, вода была, либо молоко, вот. И вышел оттуда добрым молодцем, да. А царь, царь, у которого много ответственности, который закостенелый, такой, не готовый меняться, да. Он прыгнул в этот котел и сварился. Вот здесь метафора об этом, да. То есть кто готов, у кого есть это желание рискнуть, очиститься, да. Прыгает в этот кача аркана суда. У него меняется сознание, и у него идет омоложение. То есть человек, который отказывается от своих старых шаблонов. То есть он готов посмотреть на мир по-другому. Он готов сделать что-то, что ранее не делал. Плюс ко всему здесь аркан вышел от суда, он связан с памятью, он связан с воспоминанием. То есть вы остаетесь, с одной стороны, в памяти любого человека, с которым вы взаимодействуете. Это очень сложно, вас сложно забыть. А с другой стороны, вы, возможно, напоминаете что-то человеку, хорошо забытое. Либо вы являетесь кармическим человеком, кармическим учителем, да, для людей, с которыми вы встречаетесь. Люди это чувствуют. Они чувствуют ответственность. Они чувствуют, что у вас, возможно, такие проникновенные глаза, когда вот взор, он такой немножко пугающий. Вы как будто бы смотрите вот в глубину человека, в душу человека. И от вас ничего не утаить, от вас ничего не скрыть. И вот когда мы говорим про суд, да, то есть это совесть, вы как будто бы заставляете людей быть совестными. То есть заставляете людей жить по совести. И вот это вот очень сложно. То есть здесь такая ответственность. Но опять же таки, ответственность не которую вы даете людям, а при взаимодействии с вами, они вот пробуждаются в их памяти, какие-то вот такие моменты очень серьезные. Я, наверное, такой большой расклад делаю. Да. А я еще... Ах, не все вопросы посмотрела. Ладно. Идем. Идем быстрее. Так, смотрим дальше. Что за этой сложностью стоит? Что за сложностью стоит? Сложностью вашего характера? Что за этим стоит? Паш Пиндакли. Человек, который бесконечно учится, человек, который познает этот мир за вашим характером, да, то, что люди говорят, говоря о сложном. Стоит человек, который умеет ценить, человек, который умеет уважать, и очень внимательный и наблюдательный, да, то есть человек, который познает этот мир через его какие-то детали. То есть вы, тот человек, когда вам скажут, например, там, я не знаю, знакомитесь с кем-то и спрашиваете, когда у тебя день рождения, либо, а что ты любишь, да, какие цветы, либо какие подарки, и вам человек просто отвечает. И вы это запоминаете. И когда есть необходимость, там, подарить что-то, да, либо приходит та дата, когда надо поздравить человека, вы помните. Вы запоминаете детали, потому что вы на них обращаете внимание. Для вас это важно, потому что вы к людям относитесь с уважением. Вы человек, который умеет ценить, умеет ценить эту жизнь и умеет ценить людей действительно достойных. Что еще стоит за вашим тяжелым характером? Вот десятка сосудов, да, она как раз-таки и говорит о том, что человек, вот здесь проединение, да, между сердцем и между... Между умом. Человек, который ищет ключи, ответы на вопросы, да, то есть здесь такая вот личность с духовным балансом, либо предпосылки к этому. То есть вы человек, который не боится погружаться вглубь себя, либо искать ответы на очень глубокие вопросы. И когда вы находите ответы на эти вопросы, у вас в руках появляются ключи. И этими ключами вы можете открывать, я не знаю, души других людей, если есть необходимость. Ну, то есть метафорично, да, то есть вы понимаете то, что я говорила, других людей, их мотивы. Нужно ли в себе вам что-то менять? Нужно ли вам в себе что-то менять, верховная жрица? Я бы сказала, что менять не надо, если вам так комфортно, вот так скажу. Потому что верховная жрица, она говорит про погружение в себя, она говорит про тишину, про баланс, про то, что человек находится вот именно в гармонии с собой, то есть у человека есть те знания, которые нету у других людей, у человека есть понимание, которое нету у других людей. Если вам необходимо общение, взаимодействие с другими людьми, то здесь вот смотри, что девятка Пентакли, да, говорит про закрытость, то, что я говорила. Аркан мира, он тоже говорит, что я как-то, как бы сказать, я часть мира, да, но в принципе, мне вот хорошо, комфортно и удобно со всеми. И, ну, если есть общение, хорошо, нет общения, мне тоже хорошо. Но Аркан Верховной Жрицы, он говорит о том, что человеку вот именно комфортно в созидании, в молчании, в гармонии, в спокойствии, в таком вот фоновом режиме, да, когда я что-то узнаю, я нахожу ответы на свои вопросы, я созидаю. Это не тот человек, который будет куда-то бежать, куда-то будет торопиться. Поэтому, если для вашей жизни, ту, которую вы ведете, окей, вот в таком состоянии находиться, то вам меняться не надо. Но если вы понимаете, что вы молчаливы и о вашей профессии надо много говорить, да, надо много общаться, то есть необходим навык ораторского мастерства, да, либо как-то убеждать кого-то, то здесь наверняка вам будет трудно и будет, ну, появляться необходимость как-то учиться, открываться, что ли, больше взаимодействовать с другими людьми. Потому что Верховная Жрица, ей не совсем интересно, но при этом это не говорит о том, что она не любит людей, да, что она не... Аркан Мира тоже говорит про любовь, про принятие. Давайте еще раз посмотрим, нужно ли вам что-то в себе менять, пожезлов. Ну вот менять, опять же таки, скажу, что нет, но не оставаться на одном месте, потому что вот здесь энергия такая, что я сейчас пребываю где-то вот в короле Пендакли, да, в каком-то уюте своем, комфорте, и вот я как-то ленив, понимаете, здесь как лень проходит какая-то. Нерасторопность, как в минусе, да, я не хочу куда-то двигаться. А здесь вам говорят наоборот, нужно ли что-то менять, если вы будете идти по жизни с чувством, что да, мне страшно, но я двигаюсь вперед, я делаю шаг. Почему? Потому что я люблю эту жизнь, я хочу ее познавать, я иду по жизни с открытыми глазами, с желанием, с любопытством, с интересом к этой жизни, то все будет окей, да, то есть вы можете быть в таком характере, в таком вот состоянии, когда вы прислушиваете к своей интуиции, но при этом должна быть активность, здесь не должно быть пассивности, да. Нужно ли меняться? Да блин, мне кажется, что вам не нужно меняться. Я бы при таком раскладе не менялась, опять же таки, а десятка кубков говорит о наполненности. Единственное, что я бы сказала, не закрываться, вот здесь это важно, потому что Верховный Жрица Девятка Педакли и говорит про то, что как-то вот человек, не то чтобы единоличник, но он как-то не горит, давайте так скажу, не горит тем, чтобы первым совершать какой-то шаг, кому-то там навязываться с дружбой, желанием пообщаться, нет, здесь такого нет. Но при этом вот вам нравится. Вы больше, знаете, любите какие-то такие камерные посиделки с теми людьми проверенными, которые вам нравятся, вот тогда вы открываетесь, тогда вы веселитесь, то есть если это вот ваши друзья, близкие, которых вы знаете, которых вы выбрали, не те, которые вынуждены с кем общаться, а вот именно кого выбрали, тогда вы становитесь душой компании, тогда вы открыли, веселые, вас любят, вы любите, вы чувствуете себя в безопасности, вам нравится, возможно, что-то новое вы узнаете, то есть вы можете себя вести, например, как маленький ребенок даже, быть собой, но когда это непроверенное общество, то вы меняетесь, вы становитесь серьезной, холодной, такая, знаете, ледышка, которая не подпускает к себе, все проверяет, все фильтрует. Еще раз скажу, если это связано как-то с работой, где нужна коммуникация, тогда у вас и общение, тогда у вас будут возникать трудности, а если это не связано, то вам и так хорошо, меняться не нужно. Что вам необходимо принять в себе? Давайте я что-нибудь вытащу на этой колоде. Что вам необходимо принять в себе? Так, здесь перевернутое. Что необходимо? Единение со своим Высшим Я. Вам нужно это принять. Вот, видимо, вы еще не дошли для полного принятия, да, то есть вот десятка сосудов говорит про единение, да, Аркан Мира тоже говорит про единение, Верховный Жрица говорит про баланс. То есть, видимо, еще кто-то не дошел, не дорос до этого состояния, да, когда есть вот полное принятие и слияние. Самим собой. Что еще необходимо принять в себе? Еще раз, перевернутый Аркан. Сотрудничество. Сотрудничество, да, то есть вот я говорю, вы, возможно, по своей натуре знаете лидер, либо если у вас там есть какой-то бизнес, да, то вы являетесь владельцем этого бизнеса. Вы не командный игрок, не потому что вы не можете им быть, но вам неинтересно. Вы даже в команде будете себя проявлять, потому что у вас есть больше способностей. Либо вам комфортнее, я не знаю, как айтишник, который взламывает коды или пишет какие-то программы, самостоятельно работать, да, как-то на удаленке. Вот вам нужно принять сотрудничество. Вам не надо отказываться. Знаете, почему вам не надо отказываться от людей? Потому что вы находитесь вот здесь, да, на высоком уровне, а Земля, люди, да, они, допустим, находятся здесь. Чем выше вы поднимаетесь, тем дальше вы отдаляетесь от материи. Вот что здесь вот было по Аркану звезды, разница. А поскольку вы живете в земном воплощении, вам еще здесь есть какие-то программы, какие-то сценарии, которые нужно отрабатывать. Поэтому не отдаляйтесь. Это вот, чем больше вы будете отдаляться, да, помним, мы здесь говорили про объединение, то, что вот вы транслируете людям, да, про единство. Здесь Аркан мира тоже про это говорит, про единение. Туш-кубков тоже говорит, что мы все едины. Вот вам надо самому следовать этому, да, то есть чаще себе напоминать, что материя и духовность, она, ну, одно единое, не надо удаляться. То есть не в этом воплощении, по крайней мере, вам надо там стать каким-то духовным учителем, уходить в аскезы и так далее, и так далее. Не в этом. В этом воплощении еще нужна коммуникация и общение с людьми, да, какое-то сотрудничество. Да, вот я сказала сотрудничество, это прямой Аркан. Смотрим на эту картинку, здесь такая система, они двойные карты, но в данном случае это прямое положение было, да, и вот эта вот часть называется карма, да, то есть то, что я сказала, есть еще какие-то сценарии, которые вам надо прорабатывать, то есть, ну, как бы вам трудно, сложно не было здесь вот по десятке мечей завершить, вот, ну, люди вас бесят, раздражают, то, что я говорила, да. Есть еще какая-то карма, которую вам нужно отработать. А что это за карма, покажет нам перевернутый Аркан. Страстная любовь. Здесь вам нужно будет прожить, прожить любовь, да, вот он, тушкубка в вашем характере, то есть вы должны еще будете прожить любовь земную. Не в контексте безусловной, а именно, вот, страстная любовь, она не случайна, да, то есть страсти, это вот как раз таки про материю, про нашу животную природу. Вот вам еще необходимо прожить и прожить какие-то сценарии парности. Вот вас еще это ждет. Ну и что еще необходимо принять? Поглощение высшим называется, да. Ну, это вот как раз таки про то, что мы говорили, да, слияние с высшим я. Но вы как будто бы еще, знаете, не можете прийти к слиянию, да, между сердцем и душой, между низшим я и высшим я. Короче говоря, не можете прийти к объединению 100% внутри себя, вот к этому балансу, да. Почему? Потому что не прожили еще какие-то уроки. То есть если бы эти уроки были прожитые, да, то у вас было бы вот это вот единение, велика вероятность, чтобы вы уже были готовы к просветлению, если так можно было сказать. И потом бы пошли на перевоплощение. Ну, если вы еще живете и не пошли на перевоплощение, значит, есть еще какие-то уроки, которые вы не доработали. Давайте посмотрим, что здесь за уроки, которые вы не доработали. Так, перевернутая. Самодостаточность. Ну, то есть вы еще не ощущаете себя вот в этой девятке пендаклей. Видите, то есть здесь еще нету вот этого чувства самодостаточности. Как вы его поймете? Когда вы будете взаимодействовать с противоположным полом, да, когда вот будет вот эта вот страстная любовь, возможно, у вас уже были отношения, 100% кто-то был в браке. Вот именно самодостаточность, когда вы ощущаете себя целостным, да, вот то, что здесь вам нужно понять, вы это сможете понять только в отношениях. Я не знаю, каким образом, то есть чему вас должен научить ваш партнер, не научить, а показать, показать вам, что вы уже самодостаточны. Но это вы понимаете не тогда, когда вы находитесь в уединении, а тогда, когда вы взаимодействуете с другими людьми. Вам нужно будет вот это вот понять, что вы, у вас уже все есть, да, потому что здесь вот, видите, выпадает аркан, который называется Раболепи, карта. То есть в каких-то моментах вот это вот еще присутствует, да, Раболепи. Мощь Ян, то есть нужно, нужно как-то сбалансировать, да, здесь свою мужскую вот эту вот активную, активную энергию, то есть вам ее здесь не хватает. Правильно, потому что Верховная Жрица это вот про пассивность, про минус. А вам не хватает активности, то есть вам энергии. Ну, потому что я говорила, да, есть вот это вот зацепиться, да, по Королю Педакли, комфорт, стабильность, да, какая-то оседлость, но при этом по восьмерке кубков ваша душа говорит о том, что нужно двигаться, все равно нужно двигаться. А здесь нету, здесь уже есть усталость и нету желания двигаться. Ну, и последний аркан, что вам нужно здесь проработать, перевернутый жизненный тупик. Видите, то есть вы иногда впадаете в это состояние, да, что я не могу ничего решить, я не знаю, как это сделать, я нахожусь в тупике. Вот когда у вас будут возникать такие состояния тупиковые, это как раз таки показатель ваших уроков. Тупиковость у вас может быть в коммуникации, то, что я говорила, с противоположным полом. Поэтому велика вероятность, что взаимоотношения с противоположным полом вам будут даваться сложно. Почему я говорю с противоположным полом? Потому что все-таки здесь указание идет на страстную любовь, то есть на отношения между мужчиной и женщиной. Если вы мужчина и женщина, я не знаю, с тем полом, с кем у вас может возникнуть страсть. Вот так скажу. И вот там у вас идут уроки. Вот такой у меня был сегодня для вас расклад. Я, конечно, молодец, если меня не останавливать, я, наверное, могу часами говорить. Благодарю вас за терпение, за то, что вы меня слушаете столько времени. Я, если честно, сама от этого потока впадаю вот в какой-то такой, знаете, транс, в какой-то экстаз и вот прям получаю удовольствие. Вот то, что я вижу, то, что я говорю, то, что я рассказываю, наверное, я сама себя, как под неким таким гипнозом, да, сама себя гипнотизирую. И как часто вы пишете, вас можно слушать и слушать без остановки. Это, кстати, тоже одна из моих способностей, как мне сказали недавно. Внушение. Но ничего негативного я вам не внушаю. То есть вот хотите принимайте, хотите нет, помню, что это общий расклад. Какие-то моменты могут отыграться, какие-то нет. Но в любом случае, что бы отыгралось, что бы не отыгралось, акцент мы всегда делаем на подумать. То есть мои расклады, по крайней мере, на моем канале идут о том, что если что-то зацепило, значит, надо подумать об этом, да. То есть я подумаю об этом, но не потом, как Скарлик, а сейчас в моменте, да. То есть сесть и подумать, почему я это услышала, да. То есть что мне надо понять, на что нужно обратить внимание, да. Что хочет от меня этот расклад, какую информацию он для меня несет. И так далее в таком роде. В общем, я прощаюсь с вами. Я не хочу уходить. Можно я с вами останусь. Хочу пожелать вам отличной недели до следующих двух раскладов, которые будут в формате карты руки. Пожелаю вам всего самого наилучшего. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!